Оказывается, бегать по лестницам вверх-вниз – это совсем неплохое занятие. Нет рабочей силы, некому работать. Случился какой-то эмоциональный всплеск, то вылезло все. Выдохнул, сказал себе, это все-таки мой любимый человек. Мир никогда не будет прежним, твердят нам со всех сторон. А каким он будет? В период пандемии целый земной шар сузился до размеров хрущевки. Теперь карта мира выглядит так. Как пустыня социальных контактов, болота сериалов, озеро антисептиков и море калорий. Как в таких условиях сохранить равновесие, в том числе психическое, и как выйти из изоляции с наименьшими потерями, поговорим сегодня в спецвыпуске программы НЛП. Сегодня в программе НЛП пытаемся вернуть искру в отношения супругов, находящихся в самоизоляции. С кем я живу? Даем рецепты, как не сойти с ума, саперти с детьми. И выясняем, чем отличается карантин семейного человека от карантина холостяка. А мне не пьют мозг, и все прекрасно. Как нам всем прийти в себя после пережитого, помогут разобраться эксперты. Юрий Саулов, космонавт, поделится своим опытом пребывания в вынужденной изоляции. Впрочем, изолироваться с семьей ему до сих пор не доводилось. Светлана Прищенко, педагог, историк. Расскажет, чего нам ждать в будущем, поскольку история – вещь цикличная. Марк Гринберг, психотерапевт, знает, от чего люди во время карантина стали агрессивнее, почему семьи распадаются и что со всем этим делать. Альфия Мячина, психолог, с переходом в режим онлайн-работы, обнаружила, что дети на самом деле хотят реальной жизни, а не интернет-суррогата. Поможет найти контакт с ребенком, если вы его потеряли. Сергей Тимофеев, сексолог. Отчуждение и других неприятных изменений на личном фронте избежал и вас научит. Отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие – это пять классических стадий проживания кризиса. А что скажут наши эксперты? Да, они здесь, только в режиме видеосвязи. Как-никак самоизоляция. Здравствуйте. Скажите, прошли ли вы все стадии, на какой находитесь сейчас, и как изменилась ваша жизнь за эти несколько недель? Дело в том, что я врач, и поэтому жизнь моя вот так радикально совсем не поменялась. Я как работал, так и работаю. Как занимался спортом, так и занимаюсь. Кстати, освоил за это время подъезд. Оказывается, бегать по лестницам вверх-вниз – это совсем неплохое занятие. Замедлился несколько, я сначала было желание посуетиться, поактивничать, потом понял, что все не успеваешь, все равно все не успеют. А как только подзамедлился, подуспокоился, мысли стали работать более четко. Поэтому занялся, прочитал книги, которые давно собирался прочитать. Играем с дочкой, придумываем сказки, тренируемся работать онлайн. Самое главное – я стал регулярно заниматься спортом. Вы знаете, какой классный был момент? У меня много друзей по всему миру, и я наконец узнала, что такое зум-вечеринки. У нас была одна зум-вечеринка, где были мои друзья и коллеги из разных стран. То есть было из Америки несколько ребят, из Эмиратов, ну, естественно, Москва и Питер, из Италии, у меня знакомые в Италии. В общем, это было супер-классно. И несмотря на то, что мы не виделись лет 10 уже все вместе, в голову не приходилось делать такую встречу. А сейчас это на хайпе, все подряд встречаются, отмечают днерождение. И вот мы тоже встретились. И было круто. За это карантин, спасибо. Ну, я преподаватель, да, и я всегда была уверена, что я должна работать только с аудиторией, контакт глаза в глаза, отвечать на вопросы и так далее. И что никаких лекций никогда, замечательное слово, никогда я вести онлайн не буду. В директивном порядке за день, до того, как это началось, нам сказали, с завтрашнего дня вы ведете лекции в режиме онлайн. И, в общем, попытка их не вести, это расстрел, побег и прочее, прочее. Очень интересные были моменты. И до сих пор себя ловлю на том, что я уже вот больше месяца мы на самоизоляции. И я продолжаю к каждой лекции одеваться, причёсываться. Хотя можно, в общем, расслабиться, сидеть с кофейком, с чайком, нет. Я думаю, это дело времени. Да, но, так сказать, инерция ещё идёт. Юрий, вам, наверное, было проще всех, ведь для космонавта жизнь в режиме изоляции – это обычная работа. Ну, вы знаете, наверное, когда нас готовили к работе в сурдокамере, никто не предполагал, что когда-нибудь придётся столкнуться именно с таким режимом самоизоляции, как сейчас. Мы работали 10 суток в сурдокамере, там комната примерно как О2 на размер, забита полностью аппаратурой, откидная кровать, столик и всё. И дело в том, что там я, например, не чувствовал, особенно, что я в каком-то замкнутом пространстве, и что мне там неловко, неудобно и хочется выйти. Потому что каждая минута была расписана. И на отдых, и на работу ты не успеешь одну работу закончить, переходишь ко второй. Но там цель была другая. Там было выявить, нужно было у человека, насколько он работоспособен в разных условиях, что от него можно ожидать в той или иной ситуации. А вот такой изоляции, как сейчас, оно, конечно, может быть и можно с чем-то сравнить, но это немножко другой совершенно вид изоляции. Светлана, скажите, пожалуйста, с какой исторической ситуацией можно соотнести нынешнее положение дел? Нет, ну тут далеко-то, в общем, ходить и не надо, да, потому что ситуации с пандемиями, они были, были неоднократно в истории. Самая первая — это VI век нашей эры, так называемая юстинианова чума. У них не самоизоляция была, у них была более страшная вещь, которая называлась лазарет. В лазарет сводили тех, ну, скажем так, группу риска, да, тех, кто у нас там старше 60-ти, да, кто эту болезнь вряд ли бы перенес, и они там, так сказать, оставались умирать. Такие же пандемии были в Европе в XIV веке, тоже знаменитая европейская чума, которая унесла две трети Европы. Ну, и если уже, так сказать, ближе к нам, это знаменитая испанка, испанский гриб, который в годы первой мировой войны, да, тоже, в общем-то, унес. Ну, представьте себе, для тех времен полмиллиарда людей переболело испанкой, и где-то от 5 до 7 процентов людей от испанки погибли. Какое это оказало влияние политическое, экономическое? Ну, знаете, всегда история, скажем так, не знает сослагательного наклонения, да, и мы не, историки не вправе говорить «если бы», да, но можно ведь и подумать, да, что было бы, если бы не было вот этой юстиниановой чумы. Не было бы юстиниановой чумы, мы бы сейчас, наверное, не говорили о господстве такой религии, как мусульманство во многих странах, потому что именно юстинианова чума, ну, скажем так, остановила процесс восстановления Византии и Римской империи и преобладания, да, так сказать, европейской цивилизацией в мире. А вот арабские страны как раз, ну, арабская территория на тот момент как раз оказалась вне влияния. Если брать средневековую Европу, то там тоже очень глобальные процессы, ведь там больше половины населения вымерло, и больше половины населения – это крестьяне и рабочие, которые работали на мануфактурах. И благодаря этому начинается развитие машинного труда. Нет рабочей силы, некому работать, не могут найти людей на работу, значит, развивается машинный труд. Интересно, а что напишут про 2020 год в учебниках истории? Ну, например, то, что ждали рекордную рождаемость, а получили всплеск разводов. Пока это только зарубежная статистика, но у нас будет примерно то же самое, считают социологи. Что происходит с парами, когда они вынуждены находиться друг с другом 24 на 7? И как реанимировать отношения без аппарата ИВЛ? Смотрим в нашем эксперименте. В чем причина семейных ссор и отчуждения? И можно ли как-то вернуть в отношения искру? Мы решили заглянуть в гости к парам, которые уже два месяца вынуждены наблюдать только друг друга и порядком от этого устали. Итак, Иван и Наталья. Вместе три года, детей нет. На самоизоляции работают и дурачатся. Участвуя в интернет-челленджах, чтобы хоть как-то развлечься. Елена и Сергей вместе семь лет. Воспитывают дочь, четырехлетнюю Машу. В общем, на этом можно и остановиться. С кем я живу? Господи, со мной. Надо было отрезвать в ЗАГС идти. Для начала мы просим героев ответить на наши вопросы по отдельности. Проверим, насколько хорошо они знают друг друга, а их представления о семейной жизни совпадают. У меня сломался бампер на машине. И на тот момент я встречалась с мальчиком уже полтора года. И я ему говорю, ну найди ты мне уже мастера, который сделает мне бампер на машине. Он мне нашел номер Вани. Когда увидел ее, сразу понял, что искал такую девушку себе. И предложил всяческие скидки, чтобы она пошла в ресторан покушать. Мне кажется, это была любовь с первого взгляда. Сидел на сайте знакомств. Ну, собственно, там мы и познакомились. Я с ним познакомилась и после этого оттуда сразу удалилась. Поняла, что я ни с кем больше общаться не хочу, и все. Такого, наверное, не то, чтобы что-то конкретно стыдно. Но я вроде бы стараюсь себя культурно вести. Иногда бывает, что я перегибаю палку и могу устроить какую-нибудь истерику. И что вот ты мне там мало внимания уделяешь. Я его все время назвала дрыщом. Ну и как бы до сих пор продолжаю, видимо, чтобы как-то себя компенсировать. Ну вот за это, пожалуй, да, стыдно. Да так сразу-то и не вспомнишь. Тяжелый вопрос. Не знаю. Мне, наверное, не всегда хватает общения. Детей только пока не хватает, а так все есть. У каждого по хорошей работе было бы вообще неплохо. Путешествий не хватает, а так все, в принципе, у нас хорошо. Ну, я, наверное, всегда себе хотела такого, как Ваня. Для меня мой идеальный человек, ну, это Наташа, то есть, поэтому я с ней и живу. Ну, если только Джаред Лето. Стройная рыжая, которая будит меня с накрытым столом. Наверное, то, что Ваня очень любит поспать. Ну, наверное, слишком большая любовь к животным. Чрезмерная. Я ей уже об этом говорил. Носки по дому разбросанные. Ну, когда там, допустим, попил чаю и оставил грязную кружку, возле нее куча следов от этой кружки, поел печенье, и все в крошках, 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 и спокойно пошел спать. Теперь нашим испытуемым предстоит открыться друг перед другом, а заодно освежить воспоминания о самом начале отношений. Часто это помогает взглянуть на партнера по-новому. Дома у Наташи, получается. То есть мы спали с ней, наверное, на протяжении двух недель, трех просто. Я не приставал, ничего. Вот. Специально интриговал ее. И потом... Ну, все, случилось. На... Надувном матрасе. Да, и кроме надувного матраса из мебели был только журнальный столик, и все. Почему? Подушечка какая-то была. А, и подушечка, да. Подушечка, да, маленькая. Маленькая подушечка, на которой сидеть за журнальным столиком, и все. Почти каждый день. Если про любовь, то любим мы друг друга каждый день. Особенно мы любим друг другу мозги каждый день. А если про половую жизнь, ну, полы я мою где-то раза три в неделю. А он где-то раз в месяц полы моет. А, то есть мы вообще по разные стороны баррикад полы моем. Да, да, да. У каждого своя отдельная половая жизнь. Ты самая добрая, самая красивая, самая милая. Сильный по характеру и самый добрый. Красивая. У тебя глаза с подводкой, как у Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря». Обалденно готовишь. Да ладно тебе. Ты хороший отец. Спасибо. Куда она каждый день берет мой телефон и может посмотреть? Что ты врешь? Ну, что я? Это неправда. Ближайшая женщина. Мама-мегафон. Сережа, привет. Не забудь заехать за пирожками. Приступаем к кульминации. Парам предстоит выполнить несколько наших заданий, которые, по мнению знатоков с просторов интернета, помогут реанимировать отношения. Ну, все, все, хватит уже. Нет, задай, напишусь. Так, мне кажется, это какие-то эти тюремные замашки. Что это такое? Ладно, ты сейчас скажешь, что... Звезды на коленях мне хоть не нарисовал. И купола не уйдет. Я хочу ходить, папа. Успеешь, зайка. Она говорит, ты чего? Меня шумжуки не поймут. Красавец-мужчина. Мама-мегафон, что угодно? Что? Ты из меня, говорит, что угодно сделала? Торт с чесноком только Наташу могла додуматься дать. Я тебя накормлю тоже. Запрокидывайся, запрокидывайся. Получилось ли нам сделать отношения этих пар гармоничнее, покажет время. Но мы точно добавили в их жизнь чуточку юмора. А это, утверждают психотерапевты, лучшее лекарство от стресса, коим является самоизоляция. Итак, о насущном. Мэр Белгорода разместил на своей страничке в соцсетях фотографию фасада интим-магазина и подписал. Самоизоляция – это время для экспериментов. Сергей, что скажете? И какие вы рекомендуете эксперименты своим клиентам? Очень часто вопросы возникают, знаете, какие? А вот давайте мы в секс-шоп сейчас закажем на доставку и костюм того-того-того себе привезем. Сантехника, мастера, маляра или медсестры. И вот эти вещи, когда начинают воплощаться, оказывается, в моем сознании это выглядело все несколько по-другому. Вот так, как это было в фильмах для взрослых, а не так, как это получается сейчас. На печь коруза не у всех получается. А если это проходит на уровне разговора, вот моей фантазии, да, там, твоей фантазии, когда этими фантазиями обмениваются, то человек рисует себе картинку и получает все те же физиологические реакции, которые при этом бобыли. Поэтому таким успехами пользуются фильмы, а не, скажем, театр собственный, да, когда люди идут и начинают играть в театре. В общем, поговорить об этом надо. Поговорить, да, но самый главный, должно быть принцип такой, что бы тебе ни сказал партнер, улыбайся, принимай. Если у тебя там волосы где-то встают дыбом после этого, пожалуйста, посоветуйся, ну, с сексологом, лучше всего с профессионалом. Потому что очень часто за этими фантазиями стоят совершенно другие смыслы. Ну, можно приведу пример, да? Одна из самых частых фантазий, которые у женщин возникают, о том, что они оказываются изнасилованы. Или им нравится сексуальный сценарий, где у женщины два-три мужчины. Ну, появляется вопрос, да, блин, наверное, я такая извращенная, что мне вот такие вещи приходят в голову. Но суть этих переживаний или фантазий только в том, что этот человек, эта женщина очень тревожная по складу, и ей хочется передать свою ответственность на кого-то, ну, на такую ситуацию, да, где она ничего решить не может. А ей приписывают разврат, ну, и полную, там, вот такую свободу действия. Если мужчина это услышит, да, если начнет там все оставшиеся 30 дней карантина ей это предъявлять, я думаю, да, они первыми побегут разводиться. Как вообще быть с интимом на самоизоляции, чтобы он не сошел на нет? Я вот читала в интернете разные вариации на эту тему. Например, люди советуют поделить квартиру на зоны. В одной вы встречаетесь с супругом, в другой даже не смотрите на него, в третьей работаете, в четвертой отдыхаете и так далее. Такое зонирование якобы помогает. Другие предлагают классику шпильки, белье и так далее. А все-таки есть какие-то вот эффективные проверенные способы возродить чувства, Сергей? А давайте мы в биологию заглянем. Дело в том, что когда мы, ну так скажем, разнополые люди, взрослые, находимся в одном помещении, то на нас мощнее всего действуют запахи. Так вот, когда это все происходит, вначале интерес возрастает, но он потом быстро истощается. И как раз вот за периодом подъема некоего сексуального, один, два, три дня у кого на сколько хватит, обязательно идет период насыщения, пересыщения. И вот у многих невротичных таких людей появляется страх, а вдруг это все не вернется. Вот я успокою сразу, если немножко, какое-то время побыть подальше друг от друга, тогда наши обонятельные рецепторы... Понюхать ромашки! На самом деле я теряюсь в догадках, потому что статистика говорит о том, что на самоизоляции россияне стали в два раза больше покупать виагры и аналогичных препаратов, а продажи презервативов выросли сразу на 30%. Получается, дело не в сексе вовсе, ведь люди разводятся. Есть такой нейромедиатор окситоцин, нейромедиатор близости, который у нас вырабатывается, когда мы находимся среди близких, среди своих. Но парадокс в том, что чрезмерная выработка этого окситоцина, в том числе у достаточно большого количества людей, вызывает повышение уровня агрессии, например. Из-за этого тоже учащаются семейные скандалы. Поэтому столь важно умение договариваться о распределении личного пространства, чтобы у каждого человека в семье была возможность выделиться, побыть одному, чтобы никто не трогал. Когда мы ловим себя на этом чувстве раздражения к нашему партнеру, надо взять палубу. Есть, как говорится, бездумное реагирование, есть осознанное действие. Взял паузу, вдохнул, выдохнул, сказал себе, это все-таки мой любимый человек. Это я сейчас выбираю, как реагировать на его действие. Поэтому иногда можно промолчать, иногда можно просто улыбнуться, сделать какой-то комплимент, сказать, солнце мое, без тебя моя жизнь на этом карантине была бы точно неполной. А тут так повезло, раз мы вдвоем на этом необитаемом острове. Есть такая чудесная объединяющая игра, в которую очень многие любят играть. Посмотри, какой ужас. Когда семейные пары рассказывают друг другу драматические истории, какие там другие глупые, нехорошие, недалекие люди, подразумевая, что мы с тобой, мы с тобой замечательные люди. Не то, что они плохие. Юрий, насколько знаю, космические экипажи составляют не менее чем из трех человек. Как формируют команду, чтобы они не только не сошли с ума, но и не поубивали друг друга в закрытом пространстве? Психологи подбирают, но сейчас стараются, конечно, более тщательно к этому вопросу подходить, потому что у нас были случаи, когда экипажи назначались. Ну, командиры есть командиры, иногда они слушали. У нас был не один опыт такой, когда и до полета, буквально завтра старт, а сегодня экипаж снимают, потому что они настолько антагонисты друг другу, что их нельзя было допускать в космос. Были такие случаи, когда в космосе уже как-то приспосабливались на Земле, а в космосе это проявлялось, особенно при интенсивной работе. Были даже случаи, когда приходилось досрочно заканчивать полет. Я знаю теперь, как это называть. Не развелись, а досрочно закончили полет. Красиво звучит. Да, ну, экипажи назначаются в зависимости от сложности программы. Если эта программа сложная, то экипажи назначаются за год до полтора. И уже за эти полтора года, мало того, что мы все знаем друг друга уже давно, и уже даже вот так появляются какие-то общие привычки. Общие привычки даже вот мы с Валентином Лебедевым даже, допустим, устаем уже, все вот устали. Пойдем, говорит, отдохнем. Пошли мы в комнату, ну, вроде на часик отдохнуть. И вдруг запели одну и ту же песню. Вот, казалось бы, вот такой унисон характеров, он, так сказать, помогает экипажу, очень помогает экипажам работе. Надо запомнить, нужно петь, чтобы не раздражать друг друга в самоизоляции. Кстати, может быть, кто-то еще поделится своим опытом? Как вы избежали отчуждения со своими домочадцами, находясь с ними в закрытом пространстве? У меня нет домочадцов, я сейчас живу одна, поэтому самоизоляция для меня проходит очень, ну, в таком ресурсном рабочем одиночестве. Но клиенты, с которыми я работаю, там, каждый второй приходит с темами как раз-таки ссор в семье, внутри между партнерами, либо с родителями, то есть со старшими в семье, или с детьми. И это просто, ну, это моя ежедневная работа. Вот Юрий говорил очень, меня зацепила история про то, что если они могли терпеть на земле какие-то качества и особенности друг друга, и скрывать это друг от друга и от себя, и от, ну, не знаю, инструкторов, то в космосе терпеть уже было невозможно. Как только случился какой-то эмоциональный всплеск, то вылезло все. И вот на вот эти конфликты можно посмотреть именно с этой стороны. Что между нами происходило, что сейчас стало настолько, ну, настолько видно. Полагаю, многие сменят профиль бизнеса. Кто-то вовсе из него уйдет. Некоторые решат перепрофилироваться, поменять профессию и так далее. Но у некоторых людей есть обязанности и полномочия, которые они не могут сложить добровольно. Конечно, мы говорим о родителях. Держитесь! Мы с вами! Для тех, кто хочет отдохнуть от самоизолированных детей, мы подготовили следующее видео. Смотрим! Как пережить самоизоляцию, если у вас есть маленькие дети? Мы сделали подборку ленивых игр, которые пригодятся родителям, которым нужно успеть поработать, решить важную проблему или банально отдохнуть. Итак, игра первая. Ленивые прятки. Мам, давай поиграть. Ладно. Прятки устроят? Беги прячься. Для ребенка все выглядит, как обычные прятки. Вот только родитель в этой игре может считать столько, сколько ему нужно. Один, два, двести тринадцать, двести четырнадцать, тысяча сто двадцать восемь, тысяча сто двадцать девять. Вставать и ходить по дому, изображая поиск в ленивых прятках, тоже не требуется. Родителю достаточно называть варианты. Лайфхак. Не угадывайте сразу. Начните издалека. В холодильнике? Нет. Под столом? Нет. А в ванной? Нет. За диваном? Нет. Под стулом? Да. Игра вторая пригодится, если дети слишком расшумелись и не дают вам сосредоточиться. Ваня сейчас. Геромир. Нет, мы не деремся, Геромир. Нет. Варианты игры статуи разные и зависят от цели родителя. Можно только молчать, можно только не двигаться. А если совсем не в моготу, и то, и другое. Кто зашевелится, тот зеленая гусеница. Поехали. Играем. На старт. Внимание. Кто шевелится, тот зеленая гусеница. Я ведь почему-то шевелится. Я не знаю, что они закончатся. Так, а сейчас у меня есть еще одна интересная игра. Называется «Молчанка». Кто первый скажет слово, тот грязный носок. Игра третья. Показ мод. Способно увлечь детей всерьез и надолго. Побочный эффект только один. Придется проводить уборку. Условия просты. Предоставьте детям большой гардероб, в который войдут не только их вещи, но и ваши. И даже бабушки с дедушкой. Игру «Доктор» оценят те родители, кто давно мечтает вздремнуть. Хотя читать или работать так тоже можно. Все просто. Родитель болеет. Чем серьезнее, тем лучше. Ребенок лечит. Не обязательно покупать набор «Доктора». Сойдут и подручные материалы. Уж туалетная эта бумага сейчас найдется в каждом доме. Протянуйте. Она больная. Все хорошо. Скоро будем выписывать. А «Боди-Арт» также позволяет передохнуть и даже вздремнуть. Не забудьте сменить ужас на восторг, когда посмотрите на себя в зеркало. Игра шестая. Логово монстра. Пригодится, если вы планируете поработать или заняться своими делами. Не требует полной включенности, хотя наблюдать краем глаза за детьми все же придется. Их задача – добыть еду в логове монстра. А монстр, конечно, живый. И, наконец, почему бы не доверить детям кухню? Ваше присутствие не требуется, если вы четко распишите рецепт. Не умеет читать? Не вопрос. Рецепт можно и нарисовать. Конечно, когда дойдет до плиты, детям понадобится ваша помощь. Зато вам не нужно думать, что готовить на ужин. Приятного аппетита и крепких нервов. Когда все только начиналось, психологи наперебой говорили, что самоизоляция, карантин – это идеальное время для того, чтобы провести, наконец, время с детьми и наладить испорченные отношения. Но получилось с точностью до наоборот. Что делать теперь, Альфия? Смотреть в глаза друг к другу. Начинать с этого. И немножко снизить планку во всех смыслах. То есть не гнаться за высокими оценками сейчас, не перфекционистами перестать быть хотя бы немного, не наводить там идеальный порядок, не мыть посуду до скрипа. Вот как есть. И немножечко по этому поводу расслабиться, чтобы сохраниться и живое общение было расслабленным. У меня внуку 8 лет. Ну да, и он живет в другой стране. И мы каждый день по 4-5 часов с ним проводим в онлайне. Родители его работают. Оба в квартире, оба на удаленке. А вы за ним смотрите, да? Нет, не смотрим. Время он с нами проводит вот таким образом. Книжки ему читаем. Но он, с одной стороны, русский язык как-то так осваивает. Да, немного. А с другой стороны, вот такую мощную психологическую поддержку получают. То есть родители, да? Но вот наш вариант показывает, что бабушки и дедушки тоже не сбрасываются со счетов, если у них есть возможность таким громоотводом, ну или психоотводом служить. Кстати, уже есть расчеты, согласно которым, после карантина в мире резко возрастет заболеваемость взрослых людей психическими заболеваниями, в частности депрессиями и абиссивно-компульсивным расстройством. Это когда навязчиво моют руки постоянно, не снимают маску даже во сне, все стерилизуют и так далее и тому подобное. А что же грозит нашим детям после всего произошедшего? И как с ними себя вести после окончания режима самоизоляции? Я не врач, и диагнозы не буду точно ставить, но чего я ожидаю, допустим, наши все подростки, все судорожно ждут, когда же можно будет встретиться и там, не знаю, вместе посмотреть кино в нашем проекте или попеть под гитару и все такое. Все очень и очень хотят общаться. И вот эта невозможность поговорить, невозможность пообниматься, расслабиться рядом с кем-то еще, эмоционально насытиться. Вот эта невозможность может привести, ну, в зависимости от того, какой ребенок, к разным последствиям. Или к сильной закрытости, или, наоборот, к вспышкам агрессии, или, ну, к снижению очень сильного мотивации. Но если есть ресурсная поддержка рядом с таким ребенком, то он может вот эту свою творческую, творческий поиск сейчас направить на новые какие-то горизонты. У нас многие ребята посоздавали свои блоги, ведут прямые эфиры, занялись какими-то интересными хобби, начали готовить, там, заниматься спортом, участвовать в марафонах и так далее. Важно завести какую-то такую нейтральную структуру, которая будет всю семью как-то собирать. То есть традиции, если их не было, допустим, раз в неделю у нас там семейный совет, и мы что-то обсуждаем. Какой-то чек-лист, расписание, режим дня. То есть вещи, которые контролировались раньше, там, школой, привычками, режимом, кем-то одним, перенести их на бумагу, на расписание, на плакат, на традицию, на таймер и попользоваться всякими такими тайм-энеджерскими штучками бывает очень-очень полезно. В моей голове всплыл эпизод, как в родительском чате, мамы и папы разделились на два лагеря. Те, кто, несмотря ни на что, гуляет с детьми и считает параноиками сидящих в заперти. И те, кто, собственно, нас сидит в заперти и считает первую группу безответственными. Марк, что за классовая ненависть и как она отразится на нас после завершения режима самоизоляции? До тех пор, пока не будет четкого понимания, что делать, как делать, куда двигаться и в каких, например, ритмах, люди будут пытаться успокаивать себя в какой-то степени за счет других. То есть раздражение вот этого будет нарастать. И сейчас буквально вот позавчера Всемирная организация здравоохранения выпустила декорацию, которая говорит о буквально необходимости психологического сопровождения людей, которые сейчас выходят с карантином, о психологическом сопровождении буквально на уровне национальных программ. То есть у психологов работы прибавится, да? Я, там, психотерапевтам. Потому что это буквально необходимость. Посттравматический синдром не проходит сам по себе. Это растянутая во времени ситуация. А у нас, фактически, сейчас мы всем миром в посттравматический синдром попали. Можно пару комментариев по этому поводу? Да, Светлана, конечно. Мы говорим о том, что там мир начинает выходить из этой ситуации. Там Италия выходит из ситуации. Испания и так далее. Китай уже вышел. Да, Китай уже, так сказать, давно вышел. На самом деле, если мы посмотрим, опять же, в историю, не заканчиваются эти ситуации в течение такого срока. Это три, четыре, а то и десяток лет. Мы находимся еще только в начале этой стрессовой ситуации. И что мы получим потом, когда будет вторая волна, третья волна? Я в этом отношении пессимист. Мне профессия позволяет в историю посмотреть. Так. Видимо, мне придется тогда, скорее не в пандам, а в противовес выступить. Мне почему-то кажется, у человечества настолько большой запас психологической прочности, что и в каком-то смысле пофигизма, что он выйдет достаточно легко из этого состояния. Судя даже по тому, сколько населения сейчас, сколько людей ходит по улице, ну и без признаков стресса. Да, будет определенный процент людей, которые действительно реагируют бурно и на все. Это наши клиенты в большей части. Но вот алармическую картину, это мое сугубо личное мнение. Я бы лично для себя не стал рисовать. Ну вот пусть это будет мнением. Сейчас очень важный момент, как дети воспринимают еще эту ситуацию. Те же самые подростки сейчас ограничение своей свободы могут воспринимать уже как ограничение собственной личности. Отсюда появляются протестные реакции, агрессивные реакции. Идеи о собственной ненужности, о том, что родители тираны-деспоты пускают подростка буквально собственной личности. Поэтому сейчас очень важно разговаривать с детьми, проговаривать, слышать их буквально. Не просто сказать, не просто нам директивно, всем сидеть дома и бояться. А объяснять ситуацию, давать какие-то пояснения, поддерживать друг друга. Иначе по окончании всех этих мер безопасности мы получим буквально поколение переживательных невротиков и так далее. Мы уже поговорили о самоизоляции с супругами, детьми, ну, в общем, в компании. А что, если человек живет совершенно один? Давай для начала выясним, действительно ли разница между семейными и одинокими людьми настолько велика, как это принято считать. Внимание, наш третий эксперимент. Сегодня мы поиграем в веселую игру. Эти восемь человек – жители разных городов России. Объединяет их только одно. Они проводят самоизоляцию в одиночестве. Хотя не совсем. Двое из них – люди семейные. Но они в этом так просто не признаются. Итак, кто же обманывает? Александр из Питера? Сибиряки Инна, Семен или Денис? Татьяна из Владивостока? Данил с далекого острова Сахалин? Может быть, Алена или Амина? Начнем. Ну, да, как вы поняли, меня зовут Александр. Изолируюсь я один, потому что так сложилось в жизни. Всем привет. Меня зовут Инна. Я самоизолируюсь не со дна. Я со своей кошкой, с любимой, с черной. Молодого человека у меня нет до сих пор. Я считаю, что встречу его в ближайшее время. Меня зовут Семен. Так получилось, что я был в Москве в командировке. И когда приехал, уже возникла ситуация с коронавирусом. Меня на две недели посадили дома, ничего не нашли. Но я продолжаю сидеть дома, работать из дома и получать неимоверное удовольствие. Ну, меня зовут Данил. Вообще, собственно, сложно сказать, что я прямо самоизолируюсь, потому что я вынужден ходить на работу. Я вообще не понимаю, на самом деле, почему люди жалуются на то, что самоизолироваться приходится одному. Вы можете прийти домой, в моем случае поиграть в приставку, я делаю дани, по мне не пилит мозг, и все прекрасно. Всем привет. Меня зовут Татьяна. Мне приходится самоизолироваться одной. Ну, во-первых, потому что я изначально, до всего, как началось там, в ракобесии, я жила одна. А во-вторых, мы в редакции приняли такое решение, что мы ограничиваем контакты. Еще раз, меня зовут Алена. Общежитие временно закрыто, и учеба происходит дистанционно. Здравствуйте всем. Денис, меня зовут... Ну, так сложилось, жизненно стереться. Плюс моя работа, как бы, позволяет. Меня зовут Мина. Я самоизолируюсь дома одна. Занимаюсь всякими творческими проектами. Все делаю. Вот картины рисую. Мне нравится самоизолироваться. Вопрос первый. Ваше последнее докарантинное воспоминание. У нас в Омске проходят интеллектуальные игры. И мы с моей командой ходили играть в мозгобойню. Ну, мое последнее воспоминание – это поход в ресторан японской кухни. У нас проходили соревнования по настольному футболу, по кикеру. Последнее докарантинное – это пресс-конференция Владимира Путина 26 марта, когда он объявил о карантине. Планирование отпуска, которое у меня должно, ну, вернее, он прошел, конечно, 20 апреля. Помню, где-то как раз в середине марта я сидел утром и поймал себя на мысли о том, что все сложнее, сказать им по поводу, не связанные с коронавирусом. Мое последнее воспоминание – это поход в практику, на практику в больницу. Мое последнее воспоминание – это когда 26 числа объявили, что будет карантин, но была назначена у моих знакомых свадьба. И как я пробиралась туда, это нужно было звонить человеку, в дальнейшем пробираться в это кафе также и выходить в режиме закрытых дверей. После первого раунда участникам предстоит голосование. Кого они сочтут обманщикам? Ну, я думаю, что это Данил. Я заметил кольцо на его руке, вот, на безымянном пальце. Ну, скорее всего, нас обманывает Данил. Я за Амину. Я считаю, что семейная девушка тоже Амина. Почему-то у меня есть такое ощущение, что именно у Амины есть еще кто-то, и кто-то маленький, наверное. Так, ну, сразу по поводу кольца. Если вы были внимательны, то вы могли обратить внимание, что телефон я держу правой рукой, а кольцо у меня как раз на левой. Вот, поэтому как бы тут обмана нет. Мне кажется, что как раз таки врет Александр. Потому что я просто завидую, что у него большой дом. Я думаю, что одинокому мужчине не нужен такой большой дом. И мне кажется, что у него на фоне кровати двуспальной стоит. Большинством голосов решено было, что семейный человек, выдающий себя за одиночку, Амина. Нет, я одна отвлекаюсь на котика. Он мяукает. Я одна. Игра продолжается. Второй вопрос. Как проходит ваш стандартный день на карантине? Я встаю каждый день в 6.30, потому что моя любимая киса приходит меня будить в утром. Ну, стандартно проснуться, не стремлюсь, а потом работать. Мой обычный рабочий день где-то часов 5-6 длится, но по-разному растягивается. Если у меня не трезвонят телефоны, мне не нужно сидеть за ноутбуком, я могу покачать пресс. Вчера, например, в Моргалкомбат поиграл, башню смерти прошел. Ну, мои обычные дни, они полные учебы. Основное время всегда занимают работа, и мне на самом деле нравится. Очень тренировка. Как раз-таки тренировка, что стал причиной того, что я один. После второго раунда игру покидает Денис, но участники снова не угадали. Ну, не жена. И здесь вы не угадали. Следующий вопрос. Ваши достижения в период самоизоляции? Я познакомился с инверсной кинематикой. Это, она используется в анимировании моделек, вот, и получается очень прикольно. Я занимаюсь спортом, и так как все тренажерные залы закрыли, я заказала себе спортинвентарь, и теперь у меня дома маленький фитнес-зал. Работа, я не знаю, начал писать четыре сюжета вместо первого дня. Изучение векторной графики. Я бросил курить. Я не поправилась. На этот раз выбор участников Александр. Нет, я один. Вопрос четвертый. Самая нужная покупка для проведения карантина в одиночестве? Вкусные печеньки и хорошая книжка. Танго. Купил кофемашину, вот она меня пока прям радует-радует. Я тоже купила перед самоизоляцией, ну, правда, перед самоизоляцией кофеварку. Сейчас экономия – это главное. В четвертом раунде выбирают Алену. И снова промах. К сожалению, вы не углядали. Вопрос пять. Что вы мечтаете сделать сразу после карантина? Пойду в салон красоты. Шашлыки. Определенные шашлыки. У нас однозначно случится шабош с девчонками, мы уже договорились. Я схожу, постынусь. Четверо оставшихся участников окончательно запутались. Мне вот кажется почему-то, что это Татьяна. Потому что она все время рассказывает про своих девчонок, что девочки, девочки, девочки. Но, может быть, и не только девочки. Я за Семена. Я соглашусь с Татьяной и выберу Семена. Я не знаю, что может оправдать. По-моему, и так понятно, что я один, косматый, не стриженный, не бритый. Я за Татьяну, чтобы было 2-2. Вывод эксперимента прост. В самоизоляции нелегко пришлось всем. И одиноким людям, и семейным. Ах да, наши лжецы Семен и Инна. Да, я живу с девушкой. Несмотря на то, что я не стриженный и не бритый, я вас обманывал. Ну, как вы все поняли, что я замужем. Вот, мы с моим супругом. Здесь на фотографии. Извините, что я против кого-то голосовала. У меня была такая роль. Ну, я действительно одна. Ну, мне все понятно. Мне, пожалуйста, номер Татьяны, и я одинок. Согласно опросам российских социологов, многие семейные люди признались, что им не хватает возможности побыть в одиночестве. Но при этом одинокие люди тоже страдают. Видимо, не могут вынести самих себя. Как же бороться с собственными демонами? Есть такая штука, как смирение. Я ничего с этим сделать не могу. А есть такая штука, как принятие. Что я могу сделать в этом? То есть, если речь не идет о глубокой клинической депрессии, когда там действительно нужна специализированная помощь, то, как правило, каждый из нас способен на какую-то минимальную активность в любом состоянии. Минимальные физические упражнения, минимальная творческая активность, минимальная, так сказать, пусть даже ты лезешь на форумы и там с кем-нибудь вступаешь, что называется, в жаркий диск. А сейчас делай то, что можешь. Если не хватает внутреннего ресурса и внешних пиночков для того, чтобы начать шевелиться, нужно создать себе либо это снаружи, либо попросить поддержку как специалистов, так и близких людей. Мы, как правило, людей, которым нужна помощь, считаем малоимущих, одиноких стариков, больных и так далее. А просто взрослых, дееспособных, которые оказались одни, которые оказались в депрессии или просто в унынии, без работы и без денег, мы не считаем, что им нужно помогать. И вот тут присоединюсь ко всем, кто рекомендовал не быть равнодушными и проявлять заботу, посмотреть вокруг своих знакомых лишний раз, спросить, как дела, кому-то позвонить, посмотреть на своей площадке. Может быть, есть люди, которые не совсем в группе риска, а просто приуныли. И сейчас доброе слово, и там, не знаю, совместный проект какой-то, пусть даже бесплатный, он его просто поднимет. Кстати, Юрий, у космонавтов есть какой-то курс психологической адаптации после возвращения на Землю в социум? И как это происходит? Да, есть. После того, как они приземлились, у них, так сказать, сразу начинается этот курс психологической реабилитации после полетов, ограничения в общении. Вот в «Звездном городке» есть специально гостиница, где после полета они находятся и проверяют врачи, и не пускают никого практически, за исключением, ну, особо нужных людей, когда инструктора принимают информацию послеполетную, ну, и врачи, естественно, под наблюдением. Даже жены не всегда пускают сразу. И потом потихонечку, потихонечку, проходит какое-то время, там, 3-4 дня, добавляют присутствующих, добавляют, добавляют. И где-то через неделю, 2-3, через месяц, ну, он уже практически свободно может общаться с любыми людьми, с дети и... У нас так не получится, я боюсь, на работах везде скажут, выходите, все выйдут толпой. Главное, чтобы не собирались все, знаешь, все на шашлыки, сразу большой толпой, парады идут, мероприятия развлекательные. Именно так и будет. Я тебя уверяю. И напоследок немного философии. Каким вы бы хотели видеть мир после коронавируса? Я хотел бы видеть мир более добрей и более чувственным к своим товарищам, соседям, друзьям и вообще ко всем людям. Мне бы хотелось, чтобы по возможности все нашли себя и поняли, что мы все дома, и это место общее. Ну, не буду оригинальной, очень хочется, чтобы мы стали друг другу не чужими людьми. Причем неважно, ты здесь в моем городе или в моем доме или где-то совсем с другой стороны земли. Очень хочется, чтобы была искренность и забота, ну, где-то из сердца для себя и для окружающих. Я хочу видеть этот мир счастливым. А теперь от фантазии давайте перейдем к реальности. Мы только что озвучили идеальный выход из самоизоляции и готовы воплотить его в жизнь. А сейчас проведем один ритуал на исполнение желаний. Мы с Аленой уже вот заранее подготовились, написали их на записочках. И очень надеемся, что наши желания сбудутся, несмотря на все мрачные прогнозы и драконовские меры предосторожности. Итак, предлагаю сейчас всем вместе в едином порыве запустить наше желание прямиком во Вселенную. Может быть, там кто-то прочтет и исполнит. Меня никто не понимает. Он меня не любит. Она ко мне придирается. Мне сегодня такое приснилось. Мне кажется, что за мной следят. Выход есть. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Задавайте вопросы. Ищите решения и специалистов в программе НЛП.